Приветствую, мои дорогие! Сегодня обстоятельства меня вынуждают записать видео. Надеюсь, я вам не сильно помешаю. Выходной день отправлю всем своим друзьям, клиентам, подписчикам это видео. Посвящено оно Дню Сухопутных Войск Российской Федерации, которые мы отмечали вчера, субботу, значит, 1 октября. И не сказать об этом факторе, об этом дне и событиях, связанных с этим днем, я не могу. То, что самый большой удар сейчас придется на именно Сухопутные Войска Российской Федерации, с учетом присоединения территорий новых, мы уже ощутили вчера, когда был сдан Красный Лиман. Поэтому, когда выпадает день рода войск на субботу, ничего хорошего от этого не жди. И, к сожалению, это подтверждается на данный момент времени. Итак, если Сухопутные Войска Российской Федерации отмечают в этом году свой профессиональный праздник в субботу, это означает проблемы кадровые, проблемы мобильности, финансирование, укомплектации, проблемы кадрового состава, обновление, омоложение и встраивание в систему координат. Имеется в виду действование самого, то есть техники больше, чем людей. Техника нуждается в ремонте, чего не хватает. Вовлечение новой техники сухопутных войск в бои не происходит так мобильно и оперативно, как это необходимо. Запаздывает кадровая подготовка. Я думаю, что будет недостаток личного состава в первую мобилизацию в эту ограниченную. И потребуется в скором времени вторая мобилизация по части технарей, которые управляют и способны управлять техникой. Всей сухопутной техникой Российской Федерации вооруженных сил. То есть проблемы сухопутных войск Российской Федерации в субботний день четко видны, очевидны. Скрывать это не нужно, проблема есть. Значит, соответственно, в течение года, с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года, сухопутные войска Российской Федерации будут медленно, постепенно раскачиваться и переходить в стадию наступления массированного, эшелонированного, значит, масштабного, фронтального наступления, медленного. Самый критический период по дате, это можно сказать, это первые три месяца. Весь октябрь, весь ноябрь, весь декабрь. Вот это критический момент наших сухопутных войск Российской Федерации. Укомплектация, как я уже сказал, введение техники в строй, мобилизация и правильное направление по тем точкам, которые мы должны будем Россия освобождать. Речь идет о всей линии фронта и нам потребуется первые три месяца навести в этом все в порядок, в сухопутных войсках Российской Федерации. Тыловое обеспечение, значит, обмундирование, боеприпасы и слаженная работа. Благо, у нас есть достаточно авиации для прикрытия артиллерии. С артиллерией вообще проблем нет, а вот с сухопутными войсками мы будем испытывать проблемы первые три месяца. Значит, еще раз, весь октябрь, весь ноябрь, весь декабрь. И только с декабря, как эти три месяца застойных заканчиваются, с субботнего года для сухопутных войск Российской Федерации, мы начнем движение. И вот с конца декабря, в декабре уже будут какие-то результаты, мы двинемся вперед. И это будет такая массивная, волевая, очень сконцентрированная атака, подавляющая все, что впереди находится. То есть наши успехи должны быть с декабря месяца и дальше по кругу до октября 2023 года. Вообще в субботний год определяются все проблемы, настоящие истинные проблемы, реальные, беспрекрас, в той или иной системе власти, госуправления, родовойск и так далее. И вот если твой род войск встречает профессиональный праздник в субботу, значит в этом роде войск накопились многолетние застарелые проблемы, которые надо оперативно решать. Сюда входит само управление войсками, мобильность, оперативность, объективность, реальность картины, беспрекрас, значит, как я уже сказал, кадровый состав, значит, и вот эта сплоченность, то есть распределение верное, правильное всей техники и всех людских ресурсов по тем точкам, которые должны быть. При том, что мы оголены с точки зрения разведки, американцы сливают информацию европейцы, украинцам. Поэтому вот это оперативное перемещение, сокрытие этого перемещения, вот эти все проблемы будут оголены в этом субботнем периоде. Так что сухопутные войска Российской Федерации в раскачке, в оживлении, в движении будут находиться три месяца. Значит, октябрь, ноябрь, декабрь. Это самые уязвимые месяцы в этой военной операции. То есть украинцы и НАТО могут в эти три месяца завладеть не только Красным Риманом, но еще некоторыми населенными пунктами и продвинуться вглубь уже нашей обороны. То есть мы обороняемся сейчас. Практически застыло любое движение на фронте. И это, конечно, проблема. Как мы выстоим эти три месяца, тут надо молиться всем нам, матерям, женам, братьям, сестрам, за тех ребят, которые стали танкистами, сели в БТРы, на машины, перемещают наши войска. За нашу пехоту молиться надо, за всех, кто идет по земле, скажем так. Вот эти три месяца самые важные. Ну а потом начнется уже неостанавливаемый процесс наступления сухопутных войск Российской Федерации на территории города и так далее. Здесь, конечно, много будет историй интересных, надо валиться. В общем, картину я вам обрисовал. Тяжелый период субботний, субботний год сухопутных войск. Радикальные изменения начнется с марта месяца, с 1 марта. Там уже движение поступательное, потому что следующий год воскресный. То есть для сухопутных войск Российской Федерации октябрь следующего года победоносный. С октября 23 и дальше в течение года. А вот этот год три месяца застоя, потом три месяца раскачка и с 1 марта полный вперед, без остановки, как комбайн по полю, только вперед. Назад в пути уже нет. Вот такая картина, то, что я почувствовал, увидел и что решил вам рассказать сегодня. Подписываемся, ставим лайки, распространяем видео. Не прощаемся, до встречи. А сейчас расскажу про Китай. Вчера у Китая был день образования республики, 73 года. Об этом надо рассказать отдельно. До встречи.